Адвайта. Я люблю Адвайту. Она для меня столь же прекрасна, как любое великое произведение искусства. Она показала мне способ жить комфортно, оставаясь при этом самим собой, таким, каков я сейчас, набором разных качеств, как превосходных, так и имеющих недостатки. В мире нет ничего подобного ей. Если вы уже знакомы с шагами, но ничего не знаете об Адвайте, вас поразит, насколько близко понимание бессилия в Адвайте отражает то, на что указывают шаги. Если вы ученик Адвайты, но не знакомы с шагами, вы можете найти в них определенные практики, которые подстегнут ваше понимание природы бессилия. Если же вы ничего не знаете ни о 12 шагах, ни об Адвайте, держитесь крепче. Вас ждет безумная поездочка. Как я уже упоминал, я учитель адвайтической традиции недвойственности. В этом качестве я ездил по миру с 1997 года, проводя беседы с заинтересованными людьми о сознании, боге, источнике, высшей силе, тотальности, какой бы термин вы не выбрали. Полагаю, вы могли бы определить мою работу как деятельность духовного учителя или гуру. Когда-то это было очень уважаемое звание, но теперь его часто произносят с пренебрежительной усмешкой. Как к этому пришло, не укладывается в рамки вероятного. Если кому-то требуется подтверждение, что мы не определяем свою судьбу, моя жизнь – наглядное тому доказательство. Достаточно будет сказать, что просиживая бесконечными часами в баре за просмотром повторов футбольных игр с недаемой желанием делать ставки, я даже в самых диких фантазиях не мог представить, что когда-нибудь буду писать книги о сознании и путешествовать по миру в качестве учителя личного бессилия, что меня будут приглашать в свои дома и жизни люди из Испании, России, Индии, Швеции, Турции и Австралии, и это лишь часть списка. Второе пробуждение. В 1989 году чувство, что я отдельная независимая сущность, обладающая силой контролировать свои собственные мысли, чувства и действия, полностью умерло во мне – организме по имени Уэн Ликермен. Это так называемое событие ознаменовало конец всякой возможности страдания во всей моей последующей жизни. Как вы вскоре узнаете, страдание непосредственно связано с ощущением себя независимой сущностью, обладающей силой контроля. Для некоторого типа людей, иногда называющих себя духовными и ищущими, это событие делает меня интересным, ценным и заслуживающим того, чтобы находиться в моем обществе вне зависимости, говорю я при этом что-то или нет. Следует немедленно добавить, что это событие не превратило меня в святого. Святой – это человек, чье поведение воплощает высочайшие идеалы какой-либо группы людей. Мое поведение до и после второго пробуждения не воплощает идеалы никакой группы. И хотя ставки меня больше не интересуют, я готов поспорить, что никогда не будет воплощать. Я совершенно ординарен во всех значимых категориях поведения. Но говоря словами большой книги, я больше не жертва иллюзии, думающая, что может силой вырвать удовлетворение и счастье из этого мира, если будет хорошо стараться. Я совершенно убежден в своем бессилии, и моя жизнь течет в соответствии с этим иногда спокойно, иногда бурно, но в основании всегда лежит покой. Этот покой пришелся сознанием моего полнейшего и абсолютнейшего бессилия. Это покой, превосходящий всякое понимание, то есть не зависящий ни от чего, трансцендентный. Он есть, несмотря на внешнее спокойствие или беспокойство. Все происходящее совершенно, даже если оно мне не нравится. Это полное принятие того, что есть в данный момент. Со стороны кажется, что я выгляжу и веду себя, как любой другой, но внутри я преображен, не в нечто особенное, а в то, чем мы были всегда. Адвайта, в той форме, в какой она пришла ко мне и в какой я ее теперь передаю, это собрание указателей, задуманных как помощь в исследовании того, кем и чем мы являемся на самом деле. Я называю это живым учением. В нем нет заповедей и догм, нет притязаний и обещаний. Оно существует лишь для того, чтобы облегчить духовный поиск и привнести в него новые возможности. Живое учение скорее задает вопросы, чем отвечает на них, поскольку правильный вопрос, заданный в правильный момент, может вытолкнуть вас за пределы ваших представлений, в прямое видение того, что есть всегда. Живое учение включает в себя все и не исключает ничего. Оно имеет дело с живой энергией, выражающей себя в виде нас и через нас, как саму жизнь. Оно указывает, что каждый из нас – это некое движение этой жизненной силы, воспринимаемое нашими умами и телами, как жизненные переживания. Оно стремится взрастить понимание, что переживание жизни само по себе духовно. Для осознания этого может потребоваться радикальное расширение нашего понимания духовного. У большинства духовное ассоциируется только с хорошими вещами. Мы говорим, что все приятное, доброе, тонкое, несущая любовь – духовно. А грубое, уродливое, неприятное и негармоничное, бездуховно или материально. Большинство из нас мыслит именно так. Благодаря милости мы можем выйти за пределы этих ограниченных концепций и осознать, что все мы и все вокруг – духовно. Видеть духовное также в плохом и приносящем боль – величайший вызов. Если все это звучит слишком эзотерично и туманно, и слишком много слов за главных букв, возможно, так оно и есть. В конечном счете, никакие слова и описания не имеют значения. Интеллектуальное понимание описаний – просто утешительный приз. Как человек, продвигающий и живое учение, и 12 шагов, я надеюсь, что чтение этой книги поможет интуитивному знанию раскрыться внутри вас, принеся в конечном итоге больше покоя в вашу жизнь через прямое осознание того, кто и что вы есть на самом деле. Пусть оно придет к вам сейчас. Ликкермен Ладно, давайте уже закроем эту тему, чтобы больше не маячило. Я родился под именем Уэйн Ликкермен. И с 16 до 35 лет делал все возможное, чтобы ему соответствовать. Ликкермен в переводе с английского означает «выпивоха». Тогда это чуть не убило меня, но я счастлив сообщить, что на момент написания этой книги я очень даже жив. Жив настолько, насколько я прежде даже представить себе не мог. Я абсолютно обычный человек, и тем не менее, все мои мысли, чувства и действия необычнее необычного. То, что я когда-то считала ординарным, сегодня чудесно. Для меня чудо, что я могу сделать этот вдох, что кислород попадает в мою кровь, которая несет его ко всем частям моего тела, давая мне возможность мыслить и писать эти слова. Это чудо, что я могу чувствовать чужую боль и сопереживать чужим проблемам. Это чудо, что неодолимая тяга пить алкоголь и принимать наркотики ушла безвозвратно. Это чудо, что существо под именем Уэйн живет как неотъемлемая часть того, что есть, без всякого чувства обладания личной силой. Для меня сегодня обычное и необычное – это одно и то же, как духовное и материальное, как я и другие. Я считаю такое интуитивное осознание единого во множестве признаком духовного пробуждения, как в Адвайте, так и в 12 шагах. Пусть оно придет к вам сейчас. Шаг первый. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. Признали, что мы потеряли контроль над собой. Суть первого шага – бессилие. Мы бессильны перед «подставьте все, что подойдет». И мы себя не контролируем. Сама возможность того, что мы бессильны перед чем-то – это трещина в стене, сквозь которую пробивается свет. Сначала это всего лишь тоненький лучик, но он позволяет нам бросить взгляд на истину, которая есть здесь и сейчас. Шаги вводят концепцию бессилия постепенно. Вначале это личный опыт бессилия перед тем, что привело нас к шагам. Первый шаг не пытается нас в чем-то убедить. Напротив, он просто подталкивает нас присмотреться к нашему собственному жизненному опыту. В конце концов, если бы мы могли контролировать то, что мы подписали, нас бы здесь не было. Верно? Большая книга столь категорична по поводу осознания этого бессилия, что утверждает, что если мы не убеждены абсолютно в своем бессилии перед этим, чем бы это ни было для нас, то можете попытаться научиться его контролировать. Проверьте это допущение личного контроля на себе. Бессилие – это не теория и не философский принцип. Это живая истина, которую нужно увидеть, чтобы поверить в нее. И лучший способ увидеть ее – это присмотреться к собственному жизненному опыту. Проблемы бывают у всех. Это могут быть финансовые трудности, или конфликты дома, или на работе, или проблемы со здоровьем. Даже когда все складывается удачно и есть достаток, проблемы все равно возникают. Такие каждодневные проблемы приходят и уходят. Это просто часть человеческой жизни. Но те из нас, кто следует программе «12 шагов», сталкиваются с проблемами иного рода. Алкоголь, наркотики, переедание, азартные игры, маниакальный духовный поиск, секс, или то, что туманно называется зависимостью от партнера, так просто не уходят. В отличие от приходящих проблем, эти зависимости укореняются и безжалостно прорастают, наводняя и отравляя все аспекты жизни. И в конце концов становятся ее неотъемлемой частью. И тогда, вместо того, чтобы сталкиваться с проблемой, мы превращаемся в проблему. И кажется, что если мы уничтожим эту проблему, то уничтожим и самих себя. Большинство людей приходят к «12 шагам», потому что страдают какой-то зависимостью. В моменты ясности они могут мельком заметить свое бессилие перед определенным веществом или моделью поведения. Обычно в начале это просто мимолетный взгляд. Сказать «у меня зависимость от чего-то» – важное начало. Это начало осознания нашего собственного бессилия. До прихода к шагам моя жизнь вращалась вокруг попыток получить больше силы. Мне казалось, что все мои проблемы – от недостатка силы. Я даже представить себе не мог, что признание собственного бессилия может мне помочь. В первый раз, открывая большую книгу АА, я меньше всего ожидал, что она станет дверью в невообразимую жизнь. В тот момент я знал только одно – что-то серьезное и, возможно, трагичное случилось со мной накануне ночью. Я был неуютно трезв и чувствовал себя очень одиноко в такой, как мне казалось, уникальной ситуации. Хотя мое видение будущего было неясным и пессимистичным, большая книга стала для меня откровением. Меня тошнило от постоянного упоминания Бога. Однако я сразу узнала описываемые в ней чувства и модели поведения. В ней было что-то, что манило меня, но я не знал, что именно. Сегодня я могу оглянуться назад и увидеть, что был тогда похож на ребенка, играющего с бриллиантами. Меня манил их сияющий блеск, но я не представлял, какую огромную ценность имело то, что я держал в руках. Люди с первой семичасовой утренней встречи были совсем на меня не похожи. Я не спал почти четверо суток, спирт сочился из моих пор, и мое отношение к жизни никак нельзя было назвать позитивным. Остальные на встрече были совсем другими. Казалось маловероятным, что общение с ними может мне что-то дать. Если бы я мог управлять происходящим, я бы с удовольствием вернулся в ту жизнь, которой жил долгие годы, и без сомнений уже давно был бы мертв. Но сила, управляющая происходящим, мне не принадлежала. И хотя мне потребовалось много времени, чтобы осознать это, она не принадлежала мне никогда. С текущей перспективы учителя живого учения Адвайта я вижу, что если бы кто-то смог полностью и абсолютно понять установку первого шага о бессилии, со всеми вытекающими смыслами, ему не потребовались бы последующие 11 шагов. Но это большое если бы. За все годы взаимодействия с шагами я не встречал никого, кто сразу осознал бы это. Для большинства из нас это процесс постепенный. Ложное чувство авторства. Вопрос личной силы централен как для первого шага, так и для живого учения. Чтобы лучше описать его, я использую термин «ложное чувство авторства». Поскольку он очень важен и иногда сложен для понимания, мы будем в деталях рассматривать ложное чувство авторства на протяжении всей этой книги. В течение самых первых лет жизни человеческие существа пребывают в состоянии изумления и непосредственного присутствия, перемещаясь туда и обратно между удовлетворением и дискомфортом, счастьем и грустью, удовольствием и болью. Затем, в возрасте примерно двух лет, внутри нас что-то происходит. Это происходит с каждым человеческим существом. Мы начинаем видеть мир по-другому. Мы начинаем ощущать, что мы отдельны, независимы и могущественны. Это одно из самых распространенных человеческих убеждений. Наши родители, школы, церкви и общество постоянно подпитывают наши чувства независимости и могущественности. И как следствие, мы перестаем говорить о себе в третьем лице и начинаем называть себя «я». С этой поворотной точки мы начинаем собирать список того, что «я» могу делать. Мы учим название вещей и развиваем способность выполнять разные действия без помощи наших родителей. Ощущение, что мы не просто можем их выполнять, но являемся их источником, автором, сопровождает каждый из этих действий. Быть автором чего-то означает чувствовать, что «я» – независимый и уникальный источник их создания. Когда мы присваиваем себе авторство, мы говорим, что «я» создаю силу, движущую происходящим и контролирующую его. Но есть одна неувязка. Это чувство, которое все считают настоящим, при ближайшем рассмотрении оказывается фальшивкой. Ключевым фактором является рассмотрение, исследование. Осознание того, что у нас есть это ложное чувство авторства и осознание его ложности – ключ к постижению чего-то неожиданного и совершенно экстраординарного. Но чтобы увидеть, мы сначала должны посмотреть. Тем из нас, кто знаком с большой книгой, возможно, будет проще, если вы будете думать о ложном чувстве авторства, как о том, что большая книга называет «эго». Пока нет необходимости копаться в этом ощущении силы, которое мы называем ложным чувством авторства, но полезно понять, можете ли вы заметить его в себе. Остановитесь на минуту и просто загляните внутрь себя. Можете ли вы признать, что внутри вас есть чувство, что вы управляете происходящим, чувство, что вы автор своих действий? Можете ли вы узнать в себе чувство ответственности за то, чтобы все происходило наилучшим образом? Чувствовали ли вы когда-нибудь вину или все шло не так, как нужно? Если да, то эти чувства напрямую связаны с ощущением, что вы управляете происходящим, что вы автор своих действий. Я прошу вас не пропускать этот пункт. Пожалуйста, отложите книгу и потратьте минуту на размышления. Если вы проскочили дальше, даже не пытаясь остановиться, я вас понимаю. Вероятно, я бы сделала то же самое. Еще не все потеряно. Мы будем продолжать рассматривать это чувство в дальнейшем, и, возможно, потом вы заметите его. Нет нужды выяснять это прямо сейчас, поскольку это наиважнейшая часть данной книги и ключ к пониманию того, чему она пытается обучить. Сейчас достаточно просто бросить беговый взгляд внутрь, чтобы мельком заметить живущее там чувство силы и контроля. Мы бессильны? Чтобы шаги и живое учение оказали свое воздействие, у них должна быть точка входа. Когда туман наркотиков и алкоголя рассеялся, для меня стало очевидно, что в течение предыдущих 19 лет эти вещества контролировали меня. Я их не контролировал. Или, говоря словами шагов, я был бессилен перед алкоголем. У каждого есть свой момент ясности, когда открывается истина того, каковы вещи на самом деле. Как и когда это происходит, предугадать невозможно. Когда такой момент наступает, мы оказываемся перед голой правдой. Если бы мы контролировали вещество или поведение, которое привело нас к шагам, мы бы прекратили это, поняв, сколько у нас от этого неприятностей. Приходится признать, что либо у нас не было сил понять это, либо не было сил прекратить. Это точка входа в осознание личного бессилия. К несчастью, вопрос бессилия редко бывает простым. Он усложняется тем фактом, что время от времени у нас появляется видимость в контроле. Мы думаем, я сегодня не поддамся своей слабости и не поддаемся. Такая взаимосвязь между нашим намерением и удачным исходом поддерживает ложное чувство авторства и его притязание на силу контроля над происходящим. Тот факт, что в сотне других случаев тоже намерение привело к противоположному результату, даже не рассматривается ложным чувством авторства. В большой книге говорится, что у каждого алкоголика есть навязчивая идея контролировать свою тягу и получать удовольствие от выпивки. Другими словами, алкоголик мечтает о власти над алкоголем. Размышляя о личной силе или бессилии, обратите внимание на следующие вопросы. Если вы можете управлять чем-то в одном случае из десяти, означает ли это, что вы контролируете это? А если вы можете управлять чем-то половину времени, тогда вы властны над этим? А если вы можете управлять чем-то большую часть времени? Или является ли сила контроля сделкой типа «все или ничего»? Есть ли у вас сила контролировать что-либо? Первый шаг вращается вокруг этих вопросов. Никто не сможет ответить на них за вас. Пока вы верите, что обладаете какой-то силой контроля, даже частичной или периодической, над проблемным веществом или поведением нет смысла переходить к следующему шагу. К счастью, в какой-то момент вы поймете, что это сделка из разряда «все или ничего». Говорить, что иногда у вас есть сила контроля над чем-то, а иногда нет, значит признавать, что вы этим не управляете. Откуда вы знаете, когда эта ваша иллюзорная сила сработает, а когда нет? Если бы вы могли ее контролировать, разве она не работала бы всегда? Поймите, что хотя иногда у вас есть видимость силы, вы все-таки не можете указывать ей, когда работаете, когда нет. Это осознание абсолютного бессилия, на которое указывает первый шаг. Шаги замечательны тем, что не пытаются ни в чем вас убедить. Это не правила и не заветы, это проводники. Поэтому шаги не утверждают, что вы бессильны. Они приглашают вас исследовать этот вопрос самостоятельно. Вы вольны делать собственные выводы, но шаги будут неизменно рядом, готовые бросить вызов вашим выводам, если вы начнете обманывать себя. Если вы можете выпить бокал другой вина за едой, и это никак не отразится на продуктивности вашей жизни, прекрасно, так и поступайте. Если вы духовный ищущий и можете вписать ваш духовный поиск в богатую и интересную жизнь, нет проблем. Если вы можете посещать скачки время от времени и ограничивать свои ставки суммами, которые не ударят по вашему бюджету, наслаждайтесь. Если вы можете съесть только одну порцию мороженого и поставить контейнер обратно в холодильник до следующего дня, великолепно! Мы снимаем шляпу перед вами. Как говорят в большой книге. Но если вы не можете, то, возможно, вы добрались до двери, ведущей к осознанию собственного бессилия, хотя бы перед одной этой вещью. Люди, написавшие шаги, начали их со слов. Это шаги, пройденные нами, которые предлагают программу выздоровления. Они не указывают вам, что вы должны делать или во что вы должны верить. Скорее, они делятся своим опытом, силой и надеждой, приглашая взять то, что для вас наиболее ценно. Здесь было бы не лишнее отметить, что в программах 12 шагов нет никакого центрального руководства. Единственное условие вступления в сообщество – это желание оставить поведение, которое привело вас к шагам. На практике это означает, что интерпретация шагов сильно отличается от их выполнения. Люди есть люди. Они собираются в группы и подгруппы с собственными четкими мнениями и убеждениями, каким все должно быть. Чудо 12 шагов и различных сопутствующих им программ в том, что они достаточно гибки, чтобы все эти эмоции, пылкие убеждения, капризные персоны и изменчивое мнение никак им не навредили.